Девиз моей программы Будем говорить о предстоящем большом чемпионате Украины по стрит-воркаут Что это такое, нам будет рассказывать Александр Лысиков Прошу встречать в моей студии Он координатор социальных проектов Всеукраинской общественной организации Стрит-воркаут Украины Здравствуй Здравствуйте Что такое стрит-воркаут? Стрит-воркаут, если дословно перевести Это уличные тренировки Воркаут-тренировка, стрит-улица Философия здесь такая, что это доступно Здесь мне нужны какие-либо специальные снаряды Специальные залы, оборудование То есть это вы выходите во двор В каждом дворе есть турник-брусья Еще советского образца, новые образцы И вы занимаетесь, это пробежки Это силовые нагрузки Это целая философия уже так и развивается То есть это доступность тренировок Мы пропагандируем доступность спорта То есть такая философия здорового, доступного образа жизни Да, совершенно верно Как проходят тренировки? Тренировки проходят по-разному Нету какой-то единой программы В этом именно смысл таких тренировок В том, что нет нормативов каких-то Каждый человек для себя сам выбирает Составляет свою программу тренировок Конечно, можно консультироваться с ребятами Которые уже более продвинуты в этом виде спорта Получать от них консультацию Но каждый для себя выбирает какие-то свои нагрузки Свои элементы Кто-то уходит в силовые элементы Кто-то там больше гимнастикой занимается Кто-то растяжками То есть каждый выбирает здесь свое направление Именно в этом такая изюминка этого вида спорта Тренировки на брусьях на самом деле Звучит как-то даже немного простовато Потому что мы привыкли к каким-то сложным Дорогим обязательным приспособлением Необычным трюкам Название простое Но сам спорт удивительно сложный Я предлагаю вам посмотреть видео Для того, чтобы понять Насколько сложно заниматься стритворкаутом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо вам! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как площадка фестиваля? Площадка фестиваля будет установлена большая сцена, на которой будут установлены специальные разборные конструкции, турники, брусья, на которых ребята будут заниматься и показывать мастер-классы. А локацией выбрана, кстати, площадка перед нашим Одесским морвокзалом. Так что спешу напомнить, что 12 июля, начало в 14.00 будет проходить чемпионат Украины по стрит-воркаут 2014. Около 5000 гостей, 100 участников отобранных из лучших, только 100 человек отобранных со всей Украины. Какие-то вип-гости. Написано у меня 10 человек. Кто? Пока непонятно. Но мы перейдем и увидим. Что еще необычного планируете в рамках фестиваля? Мы планируем... Ребята будут стараться побить мировые рекорды. Это отжимания на брусьях с дополнительным весом, подтягивания на одной руке, выход силы на две руки. То есть я не могу заявлять, что ребята их побьют, но ребята будут пробовать. Кто будет следить за прохождением? Это судьи международного класса. А рекорды Украины какие-то ставить планируете? Мы планируем ставить рекорды Украины по стрит-лифтингу. Это такая новая дисциплина стрит-лифтинг. Это отжимания на брусьях и подтягивания на перекладине с максимально допустимым для атлета весом на один раз. Повторение должно один раз. То есть, к примеру, на чемпионате в Непопетровске, на отборочном чемпионате в Непопетровске, ребята там на брусьях отжимались со 120 килограммами. Ничего себе! А какие дисциплины будут представлены в целом на чемпионате? Воркаут, стрит-воркаут-дэнс, паркур. Давайте, вот на самом деле ничего не понятно. Стрит-воркаут – это отжимания на брусьях. Совершенно верно. Стрит-воркаут – это не только отжимания на брусьях. Стрит-воркаут – это целая дисциплина, которая говорит о том, что заниматься спортом можно на любых снарядах. Но основа – это действительно турники и брусья. Потом можно включать уже какие-то дополнительные элементы, партнера, занятия можно проводить групповые, можно одному тренироваться. Но основа – да, это турники и брусья. Это те снаряды, которые присутствуют на каждой площадке. И еще какие дисциплины? Воркаут-дэнс. Что это такое? Это мы собрали команду девушек, которые танцуют, которые мы их возим, показываем по всей Украине. Очень дожигательные девчонки. В город хоть выпускаете или просто показываете? Конечно, выпускаем. Что еще? Это паркур. Это стрит-лифтинг, про него я уже говорил. Это такая более силовая дисциплина, серьезная. То есть ребятам стало скучно просто заниматься на перекладине. Ребята хотят соревноваться. И по моему мнению, это правильно. Поэтому мы даем такую возможность, что ребята могут приезжать и пробовать вот такие максимальные веса. Это нужна специальная подготовка, это не сразу делается. То есть ребята действительно очень сильные, которые этим занимаются. Да и в принципе наверняка нужна какая-то сложная подготовка для того, чтобы присоединяться к этому спорту, потому что нагрузки-то велики. Нет, нет. Подготовки как таковой специально сложной не должно быть. Она не подразумевается. То есть люди приходят, люди приводят своих детей, маленьких, трех-четырех лет, люди приходят 60-70 лет занимаются. То есть это нагрузки каждый выбирает сам. Но по мере тренировки нагрузки можно увеличивать. То есть постепенно, постепенно растет, растет ваша нагрузка, ваша физическая подготовленность. Но построение правильных нагрузок очень важно. И порой это именно тот камень преткновения, который не дает правильно развиваться в любом спорте. А кто контролирует нагрузки на улицах? Поэтому у нас в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке мы создаем сообщества по каждому городу. Есть сообщества на Украине, на мировые сообщества. И потом идет подразделение. То есть мы берем город Одессу. В Одессе есть лидеры. Вот в Одесской области это Владислав Плотников, это лидер Одесской области. Его можно находить через соцсети. Там указаны все его номера телефонов, номера телефонов других ребят, тренеров, которые могут вас консультировать. Вы приходите на площадку. Постоянно в этих социальных сетях, группах идет информация о том, что когда, где будет проходить новая тренировка, открытая. Можно приходить абсолютно бесплатно, все тренировки, бесплатно все консультации, не нужно ни за что платить. То есть философия воркаута – это бесплатно, это просто, это доступно. И на этих тренировках вы общаетесь с более сильными ребятами, которые занимаются уже более длительный срок. И у них можно получать специальную консультацию, как что правильно выставлять свою программу. Тем более сейчас мы живем в такой информативной уже среде, что Google в помощь, и очень много уже статей расписано. Все ребята, лидеры, чемпион мира пишут свою статью по своей программе тренировок. Очень много известных именитых ребят, где можно ознакомиться с их программой тренировок. Но я замечу, что не все нужно сразу делать. Для этого нужно какая-то уже чуть-чуть позаниматься, понабивать первые мозоли на руках. И потом будет все хорошо. Если в вашей одесской группе ВКонтакте 5000 подписчиков, то сколько же приходит человек на открытые тренировки? На открытые тренировки приходит порядка 150-180 человек. То есть эта цифра для города, я думаю, довольно внушительная на район. Да, такая значимая, здоровая спортивная тусовка. Кстати, представители стритворкаута у нас в Одессе в основном собираются на площадке турников на Александровском проспекте. Так что присоединяйтесь и следите за анонсами в социальных сетях. А как, в принципе, дело обстоит с площадками тренировочными? С площадками, конечно, дела обстоят немного хуже. Я замечу, что в Одессе довольно сильное у нас воркаут-движение, очень сильное. Но, как таковых, специально специализированных площадок в Одессе нет. Мы стараемся сами за свой счет. Мы находим партнеров, меценатов. Мы договариваемся, пытаемся у власти просить помощи. Но, как таковы, на реконструкцию площадок. Но, к сожалению, еще не представлено ни одной специальной большой воркаут-площадки в Одессе. Как у нее должны быть особенности? Чем она отличается от стандартной турниковой площадки? Там уже включаются дополнительные снаряды, кроме турников-брусьев. Там должно быть специальное хомутовое крепление на турниках. Это эстетично, это красиво, это практично. То есть мы отходим уже от старого стандарта, где использовали сварочный метод. Мы используем новые современные технологии. Включаются дополнительные снаряды, чтобы ребята могли совершенствоваться не только на турнике и перекладине, но и практиковать другие элементы. Для этого нужны уже чуть-чуть другие специализированные снаряды. Все сложно, но зато здорово и какая замечательная физическая форма. Причем важно, что никаких финансовых вложений для того, чтобы заниматься этим спортом, не нужно. Так что присоединяйтесь к движению стритворкаут у нас в Одессе. Оно масштабное, оно представлено действительно сильными лидерами, которые занимают активную позицию. Именно наверняка благодаря этому так много людей, которые занимаются стритворкаутом. Есть хотя бы какие-то локации для тренировок. Еще раз напомню, что в основном собирается молодежь на Александровском проспекте. Так что следите за информацией в социальных сетях и присоединяйтесь. Ну а сегодня мы в основном обсуждаем предстоящий чемпионат Украины по стритворкауту 2014 года, который состоится 12 июля, начало в 14.00 на площадке возле мор-вокзала. Программа будет очень насыщенной, представлено множество дисциплин, но будет и своя необычная изюминка для подобных спортивных соревнований. Будет демонстрироваться фильм. Совершенно верно. Довольно длительный срок мы подготавливали. Очень много людей было задействовано для создания этого фильма о воркауте. Что это такое? Было собрано огромное количество видеоматериалов с Америки, с Европы, с России, с Украины. Команда My Snatches это все обрабатывала в сотрудничестве с другими фото-видеооператорами, фотографами. И вот как раз долгожданная премьера фильма должна состояться здесь 12 июля в Одессе. Это очень приятно для меня, поскольку я тоже вложил такую свою весомую часть в создание этого фильма. На огромном экране мы сможем увидеть фильм о здоровом образе жизни, удивительном спорте, о стритворкауте. Для того, чтобы немножечко рассекретить и хотя бы задать изюминку предстоящего, давайте посмотрим трейлер к этому фильму, который вот-вот мы увидим на чемпионате Украины. Стритворкаут Это молодое спортивное направление, а уже успела завоевать сотни детей и вернуться в Арсангелье. Именно массовый, самый доступный вид спорта набирает таких колоссальных оборотов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Важно, что молодежь наконец-то поняла, что именно от нее все зависит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз спешу напомнить, что международный чемпионат Украины по стрит-воркауту пройдет у нас в Одессе 12 июля, начало в 14.00. И трейлер мы с вами посмотрели, фильм увидим именно на этом чемпионате. Фильм будет транслироваться на большом экране, ближе к вечеру, экран 8 на 4 метра. Мы дождемся, когда немножко солнышко уже зайдет, будет не так жарко, и посмотрим долгожданный пример фильма. Ну, наверное, совсем уже под полночь будет фильм, потому что программа невероятно насыщенная. Программа очень насыщенная, поскольку очень много участников. Это действительно очень сильные ребята, которые долго готовились к этому чемпионату. И будет очень насыщенный, интересный день. Более 100 участников VIP-гости, кто непонятно, не раскрывает нам в организаторы тайну, но всегда интересно, кто же придет. И кроме того, будет еще и призовой фонд. Да, совершенно верно, будет призовой фонд в 10 тысяч гривен для победителей этих соревнований. Поскольку это чемпионат, и это подразумевает соревновательный процесс, то для победителей у нас предусмотрен такой призовой фонд. Ну, а победителями, наверное, в насыщенной программе городских мероприятий являются в этом году все Одесситы. К счастью, еще одно очень яркое событие. Еще раз спешу напомнить, что 12 июля в 14.00 начало замечательного чемпионата Украины по стрит-воркауту 2014. Зрелищного мероприятия, которое будет происходить на площадке возле мор-вокзала. Начало в 14.00 пропустить просто невозможно, потому что трюки невероятные. И, кстати, именно посетив это мероприятие, вы сможете познакомиться с активистами этого движения у нас в Одессе и, конечно, присоединиться, потому что преимуществом стрит-воркаута является то, что это спорт, который не требует материальных вложений, только желание заниматься спортом и быть здоровыми. Спасибо большое, что сегодня пришел ко мне в студию. Напоминаю, что Александр Лысиков сегодня был в гостях у «Полезности». Это координатор социальных проектов всеукраинской общественной организации «Стрит-воркаут-Украин». Спасибо большое. Спасибо тебе. Ну, мы смотрели программу «Полезности» в седьмом канале. Меня зовут Татьяна Шлихтенко. И девиз моей программы – это полезно знать, это полезно слышать. И этим полезно интересоваться. Будьте здоровы и не пропускайте интересные мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok